Кто-кто, но что творит Миша без меня дома? Я такого бы в жизни не подумала о ней. Играла с игрушками, огрызалась и рычала на Эйвона. Такого шока от неё ни я, ни вы точно не ожидали. Она залезла в туалетки с Алисой и вытащила оттуда, сами понимаете, что, и стала... Короче, мы посмотрели вот на эти... Привет, я Энни Мэджик, и сейчас раннее утро, я нахожусь в Москве, в аэропорту Шелеметьево. Когда я уезжала из дома, питомцы ещё спали, и они даже не в курсе, что я уехала. И сегодня я улетаю в Красноярск на фан-встречу с вами, с Мэджиками. Впервые фан-встреча в таком далёком городе, Сибирь. Я хочу попытаться сделать этот влог интересным для вас, и вообще такого формата ещё на канале не было, когда я куда-то уезжаю, питомцы остаются без меня, но при этом мы будем вместе с вами видеть, что они делают, пока меня нет. Например, когда я уезжала, все ещё спали сладким сном, или просто дремали и не заметили, как я ушла, а значит, меньше нервничали. А киса Алиса вообще провожала меня, сидя на стульчике на крыльце, потому что снова выпросилась гулять с самого утра. Вы очень часто спрашиваете, где я оставляю питомцев, когда уезжаю? Чаще всего я стараюсь делать это прямо дома, в надёжных руках самых близких мне людей. Кстати, 7 декабря у нас снова состоится фан-встреча в Москве на выставке кошек, так что готовьтесь, вся информация будет в инстаграмах наших. Я всю вот эту поездку буду делать сторисы в инстаграм. Давай, ты чё меня не узнаёшь, фейс-айди? Смотрите, он меня не узнаё... а, узнал. Вот он мой инстаграм, не забывайте на него подписываться, вот здесь будут сторисы мои. А также не забывайте подписываться на инстаграм питомцев. Я вам устрою смешной показ, что в сумочке, а не мэджик. Паспорт, вот такой вот штучки, вот такой вот чехольчики. Это подарочек от мэджиков. Разные всякие вкусные жвачки, типа чупа-чупс с котиками. Наушники, блютуз вот такие вот, чтобы фильмики смотреть. Капли для глаз, кокосовый бальзам для губ из Таиланда, между прочим, тоже из подарочков. А вот ещё есть 200 рублей. Как вы видите, я налегке, один рюкзачок, в отеле покажу, что за смех, Аня, ну блин. Вы пока напишите в комментариях, любите ли вы аэропорты, как вы вообще себя чувствуете в самолёте, в длительных перелётах, где последний раз были, в каком городе, в какой стране. У вас, если айфон, то видели ли вы вот эту вот чёрную, тёмную версию не только инстаграма, но и самого айфона? Тут экран можно сделать светлым, а можно тёмным. Мне вот очень нравится тёмная версия. Я нашла себе кофеёк, сейчас засяду, посмотрю сериальчик на часик. Я сейчас смотрю новый сериал, называется Зло, Эвил. Вы напишите в комментариях, какие сериалы смотрите. Я очень люблю сериалы, очень странные дела, очень-очень. Я нашла свой бар, Энни Мэджик. Не буду ездить. Я ещё не дорожу до этого. Короче, мы прошли регистрацию, и сейчас в 11.40 у нас рейс в Красноярск. Мы прилетаем туда по их времени часов в 9 вечера, а по Москве, получается, будет 4. В общем, у меня кофеёк. Странный, кстати, кофеёк, больше на чаю похож. И десертик. Ням-ням, и пока. Мы приземлились. Я уже смотрела в окна, там на улице очень темно. Дышать здесь, правда, как будто тяжело после моих деревень и моих зелёных полей. Всё, ребятки, мы в гостинице. По Москве сейчас после обеденное время, а здесь уже 10-й час, а завтра рано вставать. Ну, так что, спокойной ночи, увидимся завтра. Пока я летала и ложилась спать, питомцы уже проснулись. Киса Алиса до сих пор гуляла на улице и домой не просилась, а собакины тоже отправились на прогулку. Ставьте лайк, если хотите больше именно влоговых роликов из нашей обычной жизни, и тогда я пойму, что это вам действительно интересно, и буду снимать жизнь чаще. А после прогулки пёсики пошли домой и играть. Киса Алиса же решила ещё погулять до темноты. Господи, какая красота! Какая красота! Я приехала заранее поснимать, рассказать про выставку Зоу Мира, меня тут спалили, и в итоге я хожу такая просто с ребятами от стенда к стенду, и такие мы уходим как на экскурсии. О, смотрите, ребят, поводок! Поводок! Я знаю, между прочим, это приют! Что вы хотите скушать это? Это не еда! Посмотрите! Посмотрите на эти хлопочек! Это целая сеть частных приютов, я сейчас разговариваю прямо вот-вот-вот сейчас, вот на меня смотрят. Короче, смотрите, самый первый приют-поводок появился в Сочи накануне зимней Олимпиады. Собачек, которых там спасли, им грозила гибель и обстрел, и очень круто, что им помогли. И в итоге сейчас за 6 лет, работая, сочинский приют смог пристроить около 800 собак. Это офигеть, как много. Я только что у ребят спросила, поводок смог пристроить около 30 собак. А сколько приют уже существует? Меньше года. Меньше года сейчас ребятам, а в прошлом году еще появились приюты, поводок именно в 4 городах. Это Абакан, Нарафаминск и Иркутск. Ну и, конечно же, Красноярск. Уже около 1000 собак зашли себе в дом. И необычная эта тема, именно что здесь работают профессиональные ребята, кинологи, да, работают, зоопсихологи, то есть профессионалы. На свет врачей обязательно. У нас есть в Красноярске свой ветеринарный блог. То есть, получается, ребятки помогают собакам адаптироваться, да, в новой жизни. А это у нас тут гость не из приюта, чтобы найти хозяев, чтобы они были адекватные, да, и нашли хорошие себе дома. Ну и кроме всего этого, еще ребята ведут просветительскую работу, то есть они реально рассказывают о гуманном отношении к животным, о том, чтобы к ним хорошо относиться. Я тоже постоянно говорю это на своем канале, что подход к животному, неважно, берете вы собаку из приюта или покупаете, должен быть ответственный. Вы должны знать, на что вы идете. Вот эти приюты, поводок, они строятся на частные деньги таким бизнесменам, которого вы, скорее всего, все знаете, Олег Дерипаско. При этом он очень любит собак, но практически не афиширует нигде, что он занимается вот такой вот деятельностью. И по мне это безумно хороший такой вот пример для всех богатых людей, что можно делать какие-то добрые вещи, при этом без какого-то пафоса, помпы, то есть демонстрации постоянной. И при этом вот так вот профессионально, масштабно занимаясь реально крутыми делами. Ладно, я пошла дальше. Надеюсь, эти песики найдут дом. Удачи вам. Кондитерская для животных. Ух ты, здрасте. Мусс из ряженки с арахисовой пастой. Это сверху крем-чист, крем-чистый сливочный, творожный сыр со сливками, маффины. Также внутри сейчас ничего нет, но сверху показано так, как можно украшать. Тоже это крем-чист на продажу из печенья, из натуральное, из яблочного пюре с мёдом. Какой красивый песик. Хорошо, что мои песики этого не видят и не будут ревновать, что я обжимаю кучу других собачек и животных на выставке. И пока я в Красноярске хожу-бражу с ребятами и изучаю зоомир кое-кто дома не скучает, потому что им есть с кем поиграть. А для собак, кстати, это очень важно. Их внимание занято разными занятиями, а не тем, что меня нет дома. Как интересно себя ведут животные, когда их снимаю не я. Они как бы не играют на камеру. Впервые удалось заснять, что Мишка реагирует на игрушки. Помните, я говорила, что это было очень сложно приучать её к ним, и она не знает, как играть. Так вот, теперь вы видите, что Мишанька начала лучше относиться к игрушкам и даже пытается что-то с ними делать. А ещё им вообще радость. Им дают вкусняшки, без моего ведома. Ну, конечно, зачем грустить, когда тут такие радости, пока мамули нет. Больше всего мне нравится, как собаки ведут себя между собой, если меня рядом нет. Я не говорю, как делать нельзя. Юми и Эйвен с радостью грызут, придерживая двумя лапками. Миша сначала просто лижет, но потом, подсмотрев, как кушают другие, тоже берёт лакомство лапками. И есть, конечно же, становится удобнее. Софи вообще не особо понравилась эта вкусняшка. И вот, когда Эйвен съедает свою, первее всех, как всегда, он начинает ходить и пытаться забрать у девчонок. И вот бы Софи отдала, раз сама не хочет. Но нет. Ж. Жадность. Даже если не лезет. Потом Эйвен попытался у Миши отобрать, надеясь, что она скромняга. Но даже Миша сначала отдала, а потом всё-таки отстояла своё лакомство. Слышите? Миша рычит. Вы вообще слышали такое когда-нибудь? И последняя попытка Эйвена забрать вкуснятие у покемона, ну, Юмит-то уж точно не отдаст своего. А позже вы увидите шокирующие кадры с ужина питомцев, после которых я поняла, почему киса Алиса любит не меня. Здесь одёжки, лежаночки, всякие-всякие. Привет-привет-привет. Магазинчики. Ух ты, какие рунки. Какая-то жёлтая птица, я не знаю, что это такое. А эти медузы живые или пластиковые? Да нет, конечно, или на ёлочки мы привязаны. Ой, мама, какие хорошие. А посмотрите, здесь какие свиночки. Здесь взрослых можно. Это американский Тедди. Можете потрогать. Это скини. Здесь просто... У него такая шерсть жёсткая. Да. Прикольно. А, он дёргается. Здесь вот такие вот зоомагазины. Всякие разные. Да, сейчас я поснимаю немножко. Короче, как у нас на выставках, разные зоомагазины. А ещё, смотрите, сколько много-много-много разных домов для кошек. В отличие, например, от Москвы, размеры поменьше у выставки. То есть в Москве она всё-таки масштабная. Вот этих зоомагазинов полно. Смотрите, буровьиные фермы. Тут продают. Здрасте. Выставка продажа породистых голубей. То есть конный клуб. Отдельные такие вот помещения, в которых происходят другие штуки. То есть здесь уже не магазины, ранчо вон. Смотрите, реально прикол голубей. Ой, смотрите, что он делает. У него такая грудь наверх прям. Выставка голубей очень большая. Вот целый зал просто. И здесь голуби. Но зоомир длится несколько дней. Сегодня вот второй день. Ух ты. Призёры соревнований среди бойных пород. То есть они дрались, получается? Первое место. Эй, чувак, скажи что-нибудь. Подождите, а где третье место? Что с ним случилось? Его нет. То есть первое, второе есть, а третьего нет. Он невидимка. Голубь невидимка. Мне только что здесь сказали. Там есть котики, которых можно пожамкать. Мы всей толпой отправляемся жамкать котиков. Вот котик-сукат без одной лапки ищет дом. Красноярск, заберите цуката домой. Имейте совесть. Помогите, конечно. Идем от хорошей сюда. Да. А где выставка кошек именно была? Кошек? Да. Её ещё не было назад. А, завтра выставка кошек? Ой, какая красота. А сегодня именно выставка собак. Сейчас вот только что Йорки выступали. И вот наша команда Magic Family Health будет выступать тоже сегодня с чекуашкой. В общем, вот так вот выглядит зал, в котором выступали собаки сегодня. Разные породы. Короче, я желаю вам удачи, чтобы вы заняли какое-нибудь место. Мы болим за тебя, красота. Здесь есть отдел нашего корма, платье. Ну, смотрите, вкусняшки, еда. Еда. Вот такая вот вывеска. Сейчас распишусь на некоторых мешочках, платье. Ну, поставлю автограф. Короче, у нас в Красноярске возникла небольшая проблема. Мы не можем никак организоваться. Организовать... Помашите все! Встречу. Потому что всё происходит как-то очень странно. Я нахожусь там, я захожу. Работаю вот в магазине «Животный мир». Короче, здесь, ребята, там, ребята. И мы не можем никак придумать, как правильно организовать именно процесс фото и автографа. Вот такие дела. Народ всё прибывает и прибывает. И у нас реально сейчас возникает проблема, потому что мы не можем уместиться просто-напросто в помещение. Да, вот они ругаются на меня, дедушка чей-то ругает. Сейчас приведут детей из каких-то местных. Да, вот. Так что, короче, вот здесь очередь. И вот тут вот очередь. Тоже. И нам все, видимо, придётся выйти на улицу, потому что иначе все умрут тут. Приятно уже. В общем, в Красноярске пришло так много народу, что организаторы просто не справились с организацией. Сейчас вроде разобрались, меня поставили отдельно вот сюда вот. Ура! Красноярск. Очень много людей. Мы сейчас будем стоять до последнего. Погнали! Всё, уже на Новый год мне подарки дались. В общем, на фан-встрече было очень много народу. Надеюсь, 7 декабря в Москве на выставке кошек. Мы тоже взорвём ого-го и может даже круче. Подарили очень много подарков. Спасибо вам всем огромное за то, что пришли и поддержали нашу Мэджик-семью, которая с каждым разом растёт и становится всё больше. Я думала, что очередь вот здесь заканчивается. И я такая, типа, всё, давайте, сейчас ещё пара человек. А мне говорят, вы всех примите сейчас? Я просто такая посмотрела. Посмотрите на этот капец. Чувствую, мы будем здесь стоять ещё очень долго. А по поводу подарков, к сожалению, из Красноярска они будут лететь как минимум 3 недели. Так что распаковка, вы сами понимаете, будет нескорая. Только всё закончилось. Последний человек, с которым я стокопировалась и подписала автограф, 6 часов на ногах. Это был капец. Прям пока, зоу, мир, краса. Тем временем у пушистиков дома на другом конце России время кушать. Софи у нас всегда ест очень быстро и заканчивает первое. Кто в вашей семье быстрее всех выходит из-за стола? Напишите в комментариях. А вот Эйвон на удивление сначала кушать почему-то отказался. Видимо, слишком соскучился по мне. Юми и Миша всегда заканчивают есть последние. Особенно Юмичу. Она ест мало и если у неё остаётся, она начинает либо играть со своей едой. Видели сторис, наверное, да? В инстаграме. Как она смешно это делает. Либо охранять свою еду, пока Софи ходит, бродит вокруг и ждёт. Вдруг кто-нибудь не доест. Кто-кто, но что творит Миша без меня дома? Я такого бы в жизни не подумала о ней. Играла с игрушками. Огрызалась и рычала на Эйвона. Потом вы увидите, что она вообще ночью без меня натворила. Я в шоке была. А сейчас вообще решила до того, как доест своё, проверить. Может, можно ещё поесть еды у Эйвона, раз он не хочет? И вот тогда, помните же, жадность. Эйвон всё-таки решил, что он хочет поесть. И делиться ни с кем не собирается. Короче, никто ни с кем не поделился. Все доели. И дальше шокирующий факт про Акису Алису. Как вы знаете, я до сих пор не выбрала никакой сухой корм для кошки. Хотя это гораздо удобнее, чем готовить ей натуральную еду. И поэтому я кормлю её натуралкой. И во время моего отъезда моих очень близких людей попросила покормить её рыбкой. Но зачем? Все знают, что кошки с ума сходят по пачковым кормам. И я уже говорила, что кися Алиси просто сносит крышу, когда она видит этот пакетик. И в итоге, знаете, значит, пока меня нет, ей дают эти жидкие кошачьи пакетики, которые сходят её с ума. Вот почему она любит меня меньше. Теперь-то я точно знаю. Да ладно, шучу, конечно. Короче, походу, как у настоящих деток, пока мамки нет дома, жизнь у них халява. Доброе утро, я проснулась. Сегодня мы ещё один день проведём в Красноярске, а завтра очень рано утром по московскому времени, а по местному это будет 6 утра, то есть по московскому 2 часа ночи. Мы вылетаем обратно в Москву. В общем, ночевала я вот в таком вот номере. Это 4-звёздочный отель Красноярска, Новотель называется. В принципе, по всем меркам неплохо. Вот такая вот тут у меня кроватка в номере со светящимися конструкциями. Окошко на улицу. Красноярск вот так вот выглядит. Уже выпал снег, и сегодня адский мороз. Тут у меня вот такой коридорчик в номере, шкафчик, которым я не пользуюсь, потому что вся моя одежда это пальто, которое я с собой взяла. Туалет, душ, ванна. Вот так выглядит. Вот, и всё. Ещё один шкафчик, коридор, картина, телевизор, туалетный столик, очень необычный светильник, который прикреплен прямо к стене. Вот такой вот дизайн, диванчик. Можно было кому-нибудь ещё тут переночевать у меня на диванчике рядом с кроватью. Вот, и всё. И сейчас мы отправляемся в необыкновенное. Мне уже звонят. Пора выходить. В общем, я надела на себя всё, что у меня было. Шапку, капюшон, шарф, ещё и рубашку вот сюда под пальто надела. У меня двое штанов. Под этими штанами ещё тонкие вот такие штаны. Ещё носки тёплые. Красноярские столбы. Смотрите, мне дали варежки такие вот. Рукавички из суконки. Очень тёплая, говорят, штука. Но рука реально в ней вообще не мёрзнет. Всё, Бока, ты не мёрзнешь? Ого! О, как красиво! Если в Альпах альпинизм, то в столбах столбизм. И если в Альпах те, кто лазят, это альпинисты, то здесь столбисты. Мы нашли скалу Дед. Точнее, нам показали её. И мы сейчас попытаемся на неё подняться. Я иду, я иду, я столбист. Там реально как будто замок, а это называется Скала Перья. Вот там вот. Блин, капец! Я нахожусь на высоте вершин деревьев крон. Видите, вот тут вот. Это тайга. Настоящая. Я в шоке. Я впервые в жизни вижу такой пейзаж. Невероятный. А там ещё тени на деревьях, вот облаков. Вообще. А сейчас я ещё поняла. Мы тут обсудили момент. Если я нахожусь на уровне вершин деревьев, а здесь под склоном эти вершины вот там вот. То есть, понимаете, какая там высота? Там высоченные деревья стоят, и до них ещё отсюда не достать. Семечек. А, она думает, что я ей что-то предлагаю. Я рукой протянутой. Тишина. А, красота нереальная. При том, что замерзжаю, замерзжаю. Капец, посмотрите там. А, я даже смотреть туда не могу. Там обрыв вот такой вот. Кедр растёт в апреле. Половина пополам. Бескрайнее просто пространство. Летит, летит кто-то огромный. Кто это? Это не ворон. А зачем он крутится и такой звук издаёт? Ну, ты ему понравилась? Общаюсь я, значит, с разными пернатами, в шоке от скал. А в это время дома Миша довела просто окончательно. Такого шока от неё ни я, ни вы точно не ожидали. Она залезла в туалетки и с Алисой вытащила оттуда, сами понимаете, что. И стало это есть. Понятное дело, есть. Это ей никто не дал. Но заснять надо было, чтобы мне показать. И вам заодно. А то в такое ведь не поверишь даже на словах. Даже Алиса в шоке была, по-моему. Следующий оскалал лев. И вот эту вот арочку назвали львиные ворота. Ок. Заходим. Мама, мама, мама. Ух ты, а этот камень там между ними. Он сам туда провалился? Ну да. Офигеть. Я загадала желание. Там надо было, когда мы заходили, загадать желание внутри, в этом помещении. Теперь мне нужно вот через это вот пролезть, вылезти обратно. Тогда желание сбудется. Я не знаю, видно ли будет на видео. Это то, что я вижу здесь. Морда, лапа. Потом ещё обведу. Красивая. А сейчас мы идём к горе под названием Перья. Я как на лыжах. Реально еду. Правда, они на перья похожи. Короче, мы посмотрели вот на эти... Офигеть, офигеть. У меня птица на руке сидела. Она вцепилась мне в руку, я испугалась. Блин, прости, птичка. Я чувствую себя джедая просто. В таком, вы прикидите. Я по скалам хожу. Куда мы забрались потихоньку. Даже я в своих кроссовках. Кстати, кроссовки ужасно скользкие. Просто скользят как на лыжах. Даже я сюда забралась. Это капец. Как тут красиво. Я на голове льва. Грустно, что вы сейчас не видели, как я и шла. Как я сюда шла. Как я на своих лыжах просто скользила. Мне вот даже палочку дали. Короче, чтобы я шла более-менее нормально. Смотрите, мы дошли до вот такой вот арки. Говорят, пройти можно насквозь, но не со мной. В пещеру заходят. Что, здесь какие-нибудь древние люди легко могли пережидать дожди. Вот здесь вот с этого столба видно именно другие скалы. Из-за этого еще красивее, кажется. Вообще невероятно. Мы дошли до перевала с 10 утра, получается, до 2 часов 20 минут. Это 4,5 часа. Еще сейчас пешком будем идти. Надо сейчас попить каечку чайку. У меня уже вообще губы не работают. Пока ходили по морозам, у меня село 2 аккумулятора на камере. Я дальше не сняла, как мы пошли согреваться, ужинать. Много сибирской еды я тут покушала, попробовала оленина и все такое. Варежки мне, кстати, подарили в итоге. Теперь они со мной поедут домой. Сейчас буду собираться ложиться спать. Завтра очень рано вставать. 4,52 по местному времени. В Москве сейчас час ночи. Но по московскому времени мы, получается, прилетаем утром. И это круто, потому что у тебя получается целый день впереди. А дома песики уже готовились ко сну. У Софии снова случился ночной приступ. Она бывает вот так задыхается и удалось это заснять. А еще вы, наверное, впервые в жизни видите, как киса Алиса ложится спать ночью в раковину. Я думаю, так многие кошки делают. Ставьте лайк, если понравился такой необычный вариант влога. Ждем ваших комментариев. Идите, смотрите 24 часа в одном цвете на канале Magic Pets. И увидимся 9 декабря в Москве на выставке кошек. Будет наша встреча. Мур-мяу!